Книга «Открытым оком». Том 16. Тема «Промысел Божий». Вопрос 3600. Говорят, что немцы отличаются особой пунктуальностью, точностью во всем. Помогает ли им это при поиске пути ко Христу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Такие качества всегда выводят на путь достижения цели. Числа 23.12. И отвечал он и сказал, не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои. Кавычки открыты. Я помню, что она читала Библию на немецком языке. Она и ее подруги собирались по воскресеньям, пели песнопения на немецком языке. Ее Библия и книга песнопений на немецком языке сейчас хранятся у меня. Поскольку я был маленьким, то не помню, рассказывала она мне о Боге или нет, но точно помню, что она старалась воспитать меня и других ее правнуков, моего родного брата, а также моих двоюродных братьев и сестер строгости. Также верующей является моя бабушка, мама моей мамы, которая, как я помню, в детстве молилась, но в церковь не ездила, а после открытия в городе Белокуриха, где она живет, храма, она стала ходить в храм. Поскольку родители неверующие, то они ничего о Боге мне не рассказывали. Позже, когда я учился в школе, то со сведениями о Боге я столкнулся несколько в иной форме. Я был довольно активным учеником в школе и занимался не только учебой, но и общественными делами. И учитывая, что был атеистический период и период борьбы с религией, как пережитком прошлого, в школе по этому поводу проводились различные мероприятия. Как я конкретно участвовал в этих мероприятиях, я не помню. Но после моего уверования некоторые из моих одноклассников мне сказали, что в школе я вел активную атеистическую пропаганду, был активным пионером и комсомольцем. Некоторые учителя в школе по вопросу атеистической пропаганды проявляли особенную активность. Может быть и потому, что в нашей школе учились дети из семьи Петеримовых, с которыми я тогда знаком не был, но при встрече с ними в коридоре у меня часто возникала мысль, почему на вид приличные, опрятные и неотстающие в учебе дети не являются пионерами. Ответ на этот вопрос я в то время не получил. Мое активное участие в общественной жизни школы, вступление в комсомол в дальнейшем для меня сыграло серьезную положительную роль в познании истины и моем уверовании, о котором несколько позже. В детстве, когда не было никогда никаких серьезных проблем, благополучная полная семья на весь мир смотрит через розовые очки, которые рано или поздно ломаются, и мир предстает в реальных красках. У меня возник главный вопрос. Для чего человек живет? Что представляет собой человек в этом мире? Ответа на эти вопросы я не находил. Меня не устраивало общее представление. Родился, женился, родил детей, умер. А есть ли что-то еще помимо этого? И кто создал этот мир? Так появилась мысль о Творце Всего и Вседержителе. И на первое обращение к нему в сложных ситуациях сразу стали появляться ответы или разрешения вопросов, что еще больше утвердило в мыслях о его существовании. Но тогда вопрос, кто он и каков он? Эти мысли перемежались с обыденной жизнью, но не оставляли меня. Выпуск из школы, поступление в университет на юридический факультет по непонятной причине, так как ранее я все время обучения, значительное внимание уделял математике и другим точным дисциплинам, в связи с чем многие родственники пытались меня отговорить от такой глупой затеи. Вновь вернули к мысли о существовании Всевышнего. В юношестве легко даются обещания, и словам не придается серьезного значения. И я почему-то сказал сам себе, Богу, что если поступлю на юрфакультет университета, то, Господи, я Твой. Сейчас могу точно сказать, что в то время я не придал серьезного значения таким словам. Но после поступления всегда в голове висела мысль, что необходимо выполнять данное обещание. Но вопрос, как, в какой религии он истинный, по какой-то причине, в сердце было большое предпочтение православной церкви. Негативное отношение к сектантам, возможно, оставалось еще со времени атеистических мероприятий в школе. В это же время бабушка из Белокурихи сказала родителям, что надо меня и брата крестить. Креститься значит креститься. И мне, и брату помочили голову. Но что мне делать дальше? Как я должен жить? Какие на меня возлагаются обязанности? Много вопросов, а ответов нет. Мысль об имеющихся грехах в то время не возникала. Хотя сознание того, что имеются грехи, уже было. В церкви в городе Белокуриха нам ничего не рассказали, за исключением того, что надо через неделю приехать и причаститься. И более никаких разъяснений мне не дали. Я попыталась уговорить родителей купить Библию, чтобы читать и из нее узнать, как мне надо жить. Но в то время, 1990 год, Библия в храме в городе Белокуриха стоила около 100 рублей, и мои родители в моей просьбе отказали. Осенью того же года я стала учиться в Алтайском государственном университете. Мысль о необходимости познания Бога меня не покидала. И когда начались занятия по факультету «История религии», на занятиях по верхушкам стали проходить историю возникновения различных вероисповеданий и кратко их учения. Но вот осенью 1990 года при входе в здание университета, что располагается на проспекте Социалистический 68, где проходили занятия юридического факультета АГУ, вижу, висит большое объявление «Лист Ватмана» в кавычках «Занятия по изучению Библии по толкованиям святых отцов в православной церкви». Первое занятие было указано «Время и место» в главном корпусе АГУ и что занятие будет вести православный проповедник, организатор занятий Комсомольской организации АГУ. Поскольку я был комсомольцем, то я доверилась такому объявлению, хотя ко всему относился с сомнением и недоверием, но просто решил сходить узнать. Еще на подготовительных курсах я познакомился с Фурсовым Александром, который также, как и я, поступал на юрфакультет, и мы с ним подружились, в том числе по причине того, что родились в один день – 11 марта 1973 года. Я пошел на первое занятие. Это была ознакомительная беседа о положении церкви в государстве и о состоянии в церкви. Лицо, которое будет вести занятие, Лапкина Игнатия Тихоновича, перед началом занятия представил секретарь Комсомольской организации АГУ, как человека, репрессированного за веру и впоследствии реалибитированного. После первого занятия я рассказал об этом Фурсову Александру, и он меня упрекнул, что я не позвала его сразу. Поскольку я многому не доверял, у Лапкина Игнатия Тихоновича я расспросил у преподавателя факультета истории религии, которая мне пояснила, что она знакома с Лапкиным Игнатией Тихоновичем по процессу по уголовному делу, что она выступала на другой стороне от него в процессе. Но в то же время она сказала, что он очень хорошо знает творения святых отцов, в том числе и Анна Златоуста. Такого свидетельства от человека, который, мягко сказать, не является другом Лапкину, не было достаточно для того, чтобы с большим доверием относиться к его словам. После этого я, многого не понимая, стал как добросовестный студент записывать практически все, как на лекциях. Я не могу сказать, что я обратился в какой-то конкретный день. Просто настало время, когда я поняла к весне 1991 года, что истинный Бог Иисус Христос, который умер за мои грехи, и что истинные правильные учения только в православной церкви, и что, обидно, в городе Белокуриха меня крестили неправильно. А может и хорошо, потому что после крещения в городе Белокуриха моя жизнь никоим образом не изменилась. С весны же 1991 года, после полного и окончательного познания истины и уверования, я начал поститься, отращивать бороду, а летом 1991 года, 7 июля, я принял крещение полным погружением в поселке Потеряевка. Я даже иногда мелькаю в кадрах фильма, в кавычках «Глаз вопиющего» или «Второе крещение Руси». С того же времени я являюсь членом крестовозвиженской общины города Барнаула, в которой в сентябре 1994 года был рукоположен в отчетеца. В июле 1998 года был венчан, и здесь же крещены две мои дочери Анна и Стефанида. Кавычки закрыты. Бауэр Севастьян в миру Эдуард Викторович. Телефон 45 21 77 69 75 78. Екклесиаст 7 28. Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел. Нас узнают нередко по походке, каков наш стан сагбен житейской ношей, или прямой аршин сглотнули вроде, препятствия преодолеть возможен. Не про болезни говорю, понятно, а о недоработках, искривлениях, когда с лицом изжеванным, измятой, бредет в кунсткамеру злой паралитик Ленин. Нам и за то придется отвечать, могли энергии слабейших заразить, дабы поставить и на них печать, небрежность чью-то видом поразить. Как на молитве дремлем или спим, заразой лености инфекцию заносим, не вышибем ли молча клином клин, нам нипочем гниющие занозы. Помазать голову, быть радостным всегда, лучистый глаз не скроем торжество. В твоем присутствии попятится беда, в ночи зардеется живительный восток. Следите за собой и не трясите, остерохондрозами и болью не хвалитесь, и в бедности, в болезни будь красивым, плодам не лишние разноцветия листь. И голосом при встрече или в трубке отобразимся радостью спасенных, другим, иным неумоверно трудно, и им, ох, как нужны, конечно же, не сони. С рукопожатием крепким обнимите, как принято, чтоб косточки заныли. Такими быть и в храме, на молитве, как лошади, запаренные в мыле. Стремительность походки, стройный шаг, активности прибавят и к улемам. Христианину трудно помешать, мы со Христом об этом будем помнить. 11 апреля 2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин. 12 апреля 2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин